Мне одного надо сюда, чтобы он держал вот это, я буду говорить. Давайте я. Кто может? Давай, иди. Анфиса. Больше ничего не надо. Подожди-ка. Вот видно, что цифры бегут вверху. Руку сунь туда. Ничего не надо. Значит, я хочу кое-что вам сказать. Можешь встать тут? Можно. Я не на это вот так, рядышком. Значит, дело вот какое. У нас есть устав в деревне. За этот устав особенно ратует кто? Алеша. Молодец, он понимает суть. Устава нет, ничего нет, не боюсь. Как говорят, мыши разбегутся. А уставы все придерживаются так. У нас в уставе написано, не отрекаться от общественных работ. Вот мы делаем, что? Общественной работой я занимаюсь в основном. Так уж Господь сделал, что у меня ничего нет. Дороги. По ним сейчас как раз и едут, и напропалую. Ну, результат уже явно видно. Даже даже Володя этот, и то, Устинов говорит. На дороге другое дело. С прудами. Значит, а я разделаю, я делаю это не по чему-то велению, не рубля с деревни. И мне это очень дорого. И мне очень хочется, чтобы в уставе было записано не только не отклоняться от работы, а мы и не зовем. Не вредить. Ну, это понятно. Это супер уже будет далеко за устав. Дело в том, что больше всего дорогу портит тот, кто ездит не на машинах, а на каких-то таких. Он поехал, как пополам ее разрезал. Железное колесо, потащил бочку на поля. Ну, знаете, кто это делает. Ну, они пошли там, замазали как-то. Ладно. Так. Андрюша, далеко не будь, я одно дело скажу. Я веду речь о прудах. Когда я начал заниматься прудами, а дело это было непростое, это перегораживает, то другое. Я просил на этих прудах не поить скотину, а поить тот, кто пасет. Поить это вот называемый Костровый Симаковский пруд. Туда. Вчера, я никого не буду называть, вчера, знаете, кто пас. А я в это время был в огородчике. Гляжу, второй раз за день туда подгоняю. А я подхожу, поит. Берег копытами обрушивается, теленок туда рухнул и поплыл, потому что глубина такая, теленку даже не достать, наверное, ногами где-то. Он вылезет, не знаю, где, скривет берег, а это все волну, а потом уносят туда. Мы не только не освобождаем его от ила, а берег превращаем в ил, даже там не сопропей, а свежий ил. Я поговорил очень-то хорошо, прогнал, но сначала помолились. Поехал к родителям там, где мог, сказал. Ну, отсюда вывод, что остались двое. Вы и еще одни, у которых скотина есть, нигде не поить, ни с той, ни с другой стороны. На одном только озере достаточно. Я ему говорю, я был в Грузии и там пасут овечек. Ну, наши, когда проехали, уже перед рассветом маленько отдохнуть, легли, а я с собакой пошел и на того пастуха нашел, а он оказался армянин, даже не грузин. Я говорю, а как вы поете-то? Нигде воды нету. А у нас, говорит, корыто. Да как корыто-то откуда? А бочкой привозят. Табуны, бочки, машина, такая, как пожарная, при мне приехала, слила. А-то какую дарь-то? А где? Я даже не узнал, но явное дело, что километров 30 минимум где-то там. А у нас тут рядом. Ты пас на той стороне, прекрасно. По второму мостику, я говорил, не прогонять на ту сторону. Они подталкивают друг к другу и обрушают, она и так узкая вверху. А где скотина сходила, она просто рушит. Она не обросла еще. Я очень просил, прошу вас за второй мостик не гонять и здесь не поить. На Рыжкоцкий вы не погоните. Там, может быть, это как-то как годится. Просьба очень простая и легкая. Вы там пасете, а там в камышах проход маленько подальше, так не допускайте. И прогоните туда, там напоите. Там воды теперь хоть заглонись. Мы еще эти там прорвы кое-где было, начнем ремонтировать скоро. Там и южный. Я вот решил сегодня поехать, не сильно занятый. Попросить. Я не скрываю, что я вас в пример ставлю, когда вы пасете. Как надо, поете и идете туда, на кирпичах не крутите их везде. Я то вот гляжу, не знаю, кто на башню залез, не можем узнать. Я послал одного к вам прибегал Нестор. Я говорю, я так и сказал. Я за глаза далеко, я уже понял, кто пасет. Оставьте о себе память рачительных хозяев. Это общее дело, и вам тут жить. Мы-то свое, говорится, отпахали. Я не прошу ни делать, ни денег, прислушаться, что я говорю. Выгнал их, сразу завернул туда, напоил, а погнал домой обязательно запустить, подождать, когда напьются. Договорились? Мам, подсказывать. Они молодые, бывает, задумаются о чем-то, а куда идет скотина, не знают. Я вчера пошел, мне, конечно, тревожно, прям берег обрушают копытами. Берег-то где-то не предназначен, высокий, накупаются где. От подошла скотина, та корова туда встала, чуть не рогами воткнула землю-то. Она думает здесь, а там сразу глубоко, и она отсюда, она не приспособлена к такой реке. Это только там. В Африке они прыгают, переплывают реку дважды в год туда-сюда. Все у меня к вам. Претензий никаких, только благодарность. Спасибо, Христос. Договорились, да? Конечно. Хорошая пастушка. Но я всегда жалею, что ты пасешь. Мне хочется, чтобы вы не пасли. Я вместо тетлюбы пасу. Я знаю, я знаю все. Понимаете, если я тревожусь, то не зря, забочусь, потому что сегодня народ другой. Вот этот, я его назвал, это Руслан, приехали отдыхать в Горный Алтай, опять же в Горный Алтай. Журналист, жена и двое ребятишек. Ребятишки поменьше, маленькие-то. Он увидел машину, понравилось. Он пошел, у дяди взял ружье, застрелил обоих, ребятишек камнями убил, бросил в реку, поехал кататься. А он несовершеннолетний, дали 10 лет, считай, 10 лет, считай, он уже на свободе, наверное. Сегодня об этом говорят, почему нет инорастрела там, почему я лишился всех родственников из-за него, а его выпустили. Он дал подписку, что осознал, а на второй день уже с ножом бегать за соседом. Ну, нет таких законов развратных, убийственных, или по закону Моисеева жить, кровь за кровь, зуб за зуб, смерть за смерть, или по-евангельски его не трогать, но тогда нужно идти всем на благовестие. Рассуждения-то никакие. Я недавно сказал, говорю, ехали, мне даже трудно было поверить в это. Путин выступал, в интернете выставили, где, чего, сейчас надо найти, где он выступал. И сказал, у нас много проблем, это экономические, политические, нам их не решить. Мы решим их тогда, когда будем жить по западу Христа. Я говорю, это даже царь православный никогда не говорил. Жить по западу Христа, это не означает быть христианином, но это так близко к тому, чтобы уверовать. Они понимают, это нерешимо, преступность, как плесень растет. Сейчас сообщили, у нас там мальчик родился в общине, и у Виктора мальчик родился. А раз одни мальчики, рождаются, значит, такое есть признаменование, это близко война. Нужны солдаты. Поэтому, все разумея вот это, будьте осторожны. Вы когда там, где-то, я и в бинокль смотрю, залажив на крышу, как там пасет, нормально, ненормально, потому что народ стал совершенно безбожный. Какие мерзости творят, сейчас только пишут, два взрослых мужчина снасильничали женщину, одна работает, он военный, там, подполковник. зашел и тут же на работе ее, в воинской части. свалил и пакость сотворил. А то куда годится? Нигде, ни в одном рассказе такого мы не считаем, что было у мусульман. Нигде. И в царской армии этого не было. Поэтому, просто берегите себя. Я другой раз, кажется, все пошел бы, даже у меня и сапоги-то не приспособлены, они выворачивают ноги мне. босиком пошел бы с вами пасти. Увесистую дубину бы взял. Ты понял? Ты защитник. Ну, с Богом. Спасибо.